лабораторная работа номер 16 цель лабораторной работы используя интеграционный поток вызвать веб-сервис который мы создавали в рамках предыдущей лабораторной работы для начала создадим новый интеграционный поток с названием lab16 на вход нам будет поступать сообщение watch веб-сфере mq lab16 in это будет xml сообщение поэтому в качестве message domain мы выберем xml nsc на выход как результат работы интеграционного потока мы также получим сообщение watch веб-сфере mq lab16 out естественно эти две очереди необходимо создать для этого мы будем все так же использовать интегрейшн-эксплорер дальше мы перетащим на наше полотно виздал файл который создали в рамках предыдущей лабораторной работы таким образом автоматически запустив wizard однако в данном случае мы выберем пункт invoke web-service from a message flow а не expose как мы делали это в рамках предыдущей лабораторной работы мы получили автоматически сгенерированный софлоу который называется operation 1 default ms service в рамках данного софлоу мы выполняем вызов веб-сервиса из предыдущей лабораторной работы далее удаляем sop обвертку и результат если все хорошо отправляем на респонс терминал респонс терминал соединяем с int терминалом mq output ноды и для того чтобы вызвать изначально веб-сервис нам необходимо изначально создать sop обвертку для нашего mq сообщения которое мы вычитали из очереди для этого мы будем использовать ноду sop envelope которую перетащим на наш интеграционный поток пометив галочкой пункт create new envelope и соединив out terminal mq input с int терминалом sop envelope и out terminal sop envelope с int терминалом нашего софлоу давайте протестируем то как работает наш интеграционный поток в качестве демо данных мы используем данные с нашей хост-системы из папки lab16 data файл тнс ткс как мы видим наш интеграционный поток работает однако вместо xml файла в виде результата которые я ожидал мы получили файл который содержит себе http заголовки что нас не устраивает давайте изменим наш интеграционный поток следующим образом мы уберем данные заголовки вначале разорвем связь между response терминалом нашего subflow и int терминалом qoutput ноды а дальше добавим ноду под названием http header и именно через нее установим связь между response терминалом с int терминалом данной ноды и out терминалом данной ноды и int терминалом qoutput настройка http хедера мы удалим хедер для http response и сохраним наш интеграционный поток давайте перезапустим тест посмотрим на полученный результат как мы видим заголовки удалены и на выходе мы получили xml сообщение которые ожидали получить на этом лабораторная работа номер 16 успешно завершена